Он выиграл чемпионат Ленинградской области по тайскому боксу. Представляет он клуб Дракон. Очень высокий для этого веса бойцы. 185 рост Никиты Чернова, 187 рост Дениса Веселухина. И у нас с вами такая настоящая схватка двух тайсов по классическим правилам Муай-Тай. Три раунда по три минуты. Денис Веселухин этот поединок принял на коротком уведомлении. И он говорил, что он успел пройти подготовку. Но, конечно, для него сегодня будет очень тяжелый вызов в лице Никиты Чернова, который опытнейший боец, который сегодня наконец-то дерется на глазах у родной публики. Ну и я предвкушаю, что у нас с вами большая часть поединка как раз вот и будет проходить в такой вязкой клинчевой манере. Потому что Никита Чернов специалист по клинчу и Денису Веселухину. Этот аспект единоборств тоже не чушь. Конечно, опыт на стороне Никиты Чернова. Денис Веселухин попробует взять соперника своим натиском. И Никита Чернов вчера так уклончиво ответил на вопрос, знает ли он соперника. Сказал, да, видел его бои. Но что-то мне подсказывает, что на самом деле Никита Чернов боев Дениса Веселухина не видел. Потому что любительские поединки найти в записи очень сложно. А профессиональных у Веселухина пока еще нет. Кстати, Никита Чернова секундирует известнейший тренер Андрей Сапко. Руководитель бойцовской клуба «Красная машина». Один представитель «Красной машины», один подшипный Андрей Сапко. Данил Акрулев сегодня уже победил. Теперь это попробует сделать Никита Чернов. Никита Чернов выступал на турнир «Эмиральд-файт». В январе этого года Никита принял участие в третьем турнире «Эмиральд-файт», который проходил в Баградецком районе на возлёгах «Изумрудная». И тогда довольно быстро бойцовник Никита с Каджимуратом Карсеном завершился. Дело в том, что соперник во время нанесения лоу-кика травмировал ногу о щит, выставленный Черновым. Очень острые колени у Чернова. И вот попав в это колено, Джимурат Карсен получил травму несовместимую с возможностью продолжать. Поэтому счёт победам на «Эмиральд-файт» Никита Чернов открыл. Сегодня попробует своё победное реноме подтвердить. Ну а Денис Веселухин сегодня просто стартует с места в карьер. Первый раз на «Эмиральд-файт» и сразу же в основном карте. И сразу же он получает соперники такого матёрого тайского воина. Да ещё и любимца местной публики Никита Чернова. Много клинча, как мы и предполагали. Но и на руках неплохо выглядит Денис Веселухин. Здорово. Здорово работает сейчас Веселухин. Ничуть он не стесняется регалий своего целого соперника. И завершает первый раунд Денис Веселухин атакой. Нельзя сказать, что в первом раунде какое-то преимущество было на стороне Никита Чернова. Возможно, он бережёт силы для дальнейшего года событий. Пока у нас пауза. Вот видим мы Андрея Сапкова, который сейчас заботливо протирает полотенчиком Никиту Чернова. Андрей Сапков в своё время немало поработал на благо краснопаковской школы Муай-Тай. Ну а вообще, как я уже говорил, в красных баках китайский бокс развивается очень и очень давно. Ну и много славных бойцов вышло из стен фока Богатырь, где когда-то, наверное, уже примерно лет 19 назад, начал развивать Муай-Тай известнейший тренер Вадим Дурандин, который приехал в Нижегородскую область из Омска. Ну, Вадима Дурандина давно уже в Нижегородскому Муай-Тай нет, он вернулся на родину. Но его дело подхватили, и в том числе Андрей Сапков, который работал тренером фоки Богатырь, и вот воспитал таких классных парней, как Никита Чернов, как Данила Крулёв, которого мы сегодня уже видели. Ну и вообще, была привита краснобаковская публика любовь к китайскому боксу, она его понимает, она его постоянно смотрит. И вот сейчас, благодаря турниру Мирать Файт Супер Сириес, у краснобаковской болельщиков появилась возможность прийти и своими глазами, увидеть турнир, как сегодня говорили, почетные лица мирового масштаба. На этом турнире международных титулов разыграно не будет, но вообще в рамках турнира Мирать Файт уже разыгрывался и титул чемпиона СНГ по тайскому боксу, который забрал Андрей Лобанов, и, кроме того, титул чемпиона мира по версии G-Pro, который забрал Никита Максимец. Кстати, и Максимец, и Лобанов сегодня присутствуют здесь в качестве почетных гостей. В втором раунде, видимо, что Денис Веселукин нисколько не стесняется работать с своим соперником первым номером. Встретил Денис Веселукин, Никиту Чернова хорошим кроссом в корпус. А сейчас клинч, в котором Никита Чернова пытается изыскать возможность для того, чтобы пробить коленом, но Денис Веселукин очень грамотно все это блокирует. Теперь же колено Дениса Веселукина. Бойцы похожи по своим антропометрическим данным, но их легко различать, потому что Никита Чернова пострижен очень коротко, а Денис Веселукин наоборот. Его прическа очень-очень заметна. Разбит нос у Никиты Чернова, и прямо скажем, Никите приходится не сладко в этом бою. Мало кто ожидал, что новичок турнира «Амиральт Файт» Денис Веселукин вот такую конкуренцию окажет своему сопернику. Составит своему сопернику. И пока не работает главное оружие Никита Чернова, его клинч. Локус разворота этим ударом Никита Чернов неоднократно хранял соперников еще на любительском ринге. Я хорошо помню всероссийский студенческий чемпионат, в котором 19-го года, когда Никита Чернов получил приз за лучший нокаут турнира. Как раз он из клинча бросил локус разворота и нагло пострубил своего соперника, пока в бою с Веселухиным у Никиты ничего подобного не получается сделать. В подхват ноге Дениса Веселухина тут же заходит клинчащий боец с зеленобластем. И колено по бедру очень неприятно окаживает Дениса Веселухина и Никита Чернова. Но Никита грамотно здесь блокирует все удары соперника. Вяжет он Дениса Веселухина, не давая тому работать. Но при этом сам не набирает очков Никита Чернов. Склассно ушел Никита Чернов от высекающего лоу-кика. И на этом завершен второй раунд. Денис Веселухин вновь показывает себя очень большим профессионалом. Первый бой на профринге у Веселухина и очень зрелая работа от бойца из города Гатчина. Никита Чернова в третьем раунде срочно нужно что-то придумывать, пока его козыри здесь не работают. Но у него очень грамотный тренерский штаб. Помимо Андрея Сапхой здесь же еще и в прошлом очень неплохой боец. Максим Сулаев. Максим Сулаев, когда-то становился победителем региональных профессиональных турниров по Муай-Тай. Но вот в последнее время Максим Сулаев перешел на работу тренера. Набрал очень много килограммов. Но пока возвращаться в ринг не хочет. Хотя я знаю, что менеджмент Мираль Байкс уже делал предложение Сулаеву. И вполне возможно Сулаев мог бы пополнить супертяжелый 9-й номер один файт, где разворачивается абсолютно отдельная история. Я вам о ней обязательно расскажу. Тем более, что сегодня мы увидим тяжей в ринге. Кстати, увидим их уже в следующем бою. Третий раунд. Поединка между Никитой Черновым и Денисом Веселухиным. Веселухин в черном. Чернов в голубом. Как бы странно это ни прозвучало. Снова клинч. И Никита Чернов пытается садить свое острое колено в ребра Денису Веселухину. Денис Веселухин пока на чеку. Пока все видит. Никита Денис Веселухин все блокирует. Меняет стойку. Боец из длины области. Сейчас соперники снова работают. Классический левосторонний стойки. Кстати, Никита Чернов тоже умеет менять стойки. Мы это видим с вами. Здорово боярки. Любительский боярк от Костомбаковского бойца. Сейчас его очень неприятное колено от Чернова прилетело прямо в область звонка Денису Веселухину. Но здесь все было в рамках боярка. Потому что Денис Веселухин сам подкрутился. И получил удар не в ребра, а в спину. Но так поактивнее выйдет Чернов в третьем раунде. По сравнению с первыми отрезками. Сейчас натыкается он на правый прямой от Денису Веселухина. Который очень здорово использует свой навык. И постоянно встречает Чернова именно правым прямым. На руках у Никиты Чернова всегда возникали проблемы. Он такой чистый клетчевик, способный замучить, завозить своего соперника в ближнем бою и забить его коленями. Но вот более высокого оппонента Никита Чернов сегодня проверить с коленями как следует не может. Сейчас за канвас. Веселухин. Публика считает, что Веселухин выдохся. Но сложно сказать. Хотя соглашусь с тем, что в третьем раунде Веселухин не так активен, как в первых двух. И в этом бою мы с вами также можем увидеть назначение экстра-раунда. Здорово сейчас пошел Веселухин вперед. Не попал локтем, но зато тут же подхватил тройкой на руках. Еще одно колено от Никиты Чернова. Сейчас так точно в пятую точку. Протел от колена Чернова по Денису Веселухину. Выбивает Веселухин внутренним лаукиком в ногу Никиту Чернова. Ну и здесь концовка третьего раунда. Безумная совершенно поддержка от публики Никиты Чернова. Ну и снова обмен коленями в клинче. Совершенно непонятно, кто здесь имеет преимущество в этом боевом отрезке. И неточным ударом с правой руки завершает поединок Денис Веселухин. Еще раз скажу, что назначение экстра-раунда в этом бою вполне себе может случиться. Потому что в третьем раунде Чернов смотрелся поактивнее. И вполне вероятно, он этот раунд может забрать. А вот первые два раунда, на мой взгляд, поинтереснее был Денис Веселухин. Поэтому сейчас у боковых судей Андрея Гельмана, Алексея Ракитина и Виталия Зинковского очень непростая работа. Так, поднимается в ринг президент. Промостр номер два, Максим Виноградов. У него есть какая-то очень важная информация для ринг-энонсера Михаила Маркова. Дорог бы я отдал за то, чтобы послушать, что сказал Максим Виноградов. Но, увы, это осталось за пределами съемки. Ана Карева приглашает бойцов на центр. Сейчас они услышат вердикт. Так, экстра раунд, судя по всему. Итак, друзья, давайте поаплодируем нашим бойцам. У нас есть победитель, но прежде чем мы проведем... Нет, экстра раунда не будет. В церемонию награждения мы с удовольствием приглашаем представителя главного генерального партнера. А вот что дело. Пауза объявлена. В ринг приглашается первый заместитель главы Краснобаковского муниципального округа Андрей Исаев. Аплодисменты! Заместитель главы Краснобаковского муниципалитета. И именно он будет награждать победителя. Впечатление, как этот теплый летний молодежный вечер. Ну, впечатление великолепное. Год на ринг не заходил. Прям вот родное, честно. Спасибо большое. В первую очередь, конечно же, Максим Евгеньевичу Иноградову. Потому что провести такое мероприятие в красные пакеты – большая честь. И огромное спасибо всем вам, что вы пришли нас поддержать. С днем молодежи. Вы лучшие! Да, уважаемые друзья, мы должны отметить тех людей, которые непосредственно помогали, помогают и, я уверен, будут помогать всем тем нашим идеям, которые мы уже начали воплощать. Это Максим Степанов. Если он здесь, я прошу подняться. Это Сергей Анкудинов и директор агрокомплекса Витлука Сергей Щавлев. Но сразу скажу, говорю, он маленько приболел. Поэтому, ребят, если вы слышите здесь, поднимитесь, пожалуйста. В любом случае, они нас слышат. Спасибо. Друзья, в любом случае, аплодисменты нашим партнерам, без которых подобные турниры просто не могли бы. Андрей, а вы куда? А, заслуженные кубки. Давайте мы чуть-чуть в стороночку сейчас, потому что нам надо, прежде чем вручить кубки, нужно объявить победителя. Итак, друзья, в этом поединке по результатам трех раундов победу одержал спортсмен из красного угла Денис Светлукин. Ну и вот она, вот она, сенсация, все-таки грянула. Дебютант в турнире «Камеральд Файн». Дракон.